Всем привет! Меня зовут Регина, я координаторка проекта «Чистые когниции» и акс-терапевтка. И сегодня мы попробуем поговорить неформально о важном с нашей гостью Екатериной Анакой. Кать, если кто-то не знает, кто ты в первый раз видит, как бы ты описала себя, свою деятельность для наших слушателей? Всем привет! Я, как и Регина, тоже акс-терапевтка. Я занимаюсь психологией, психотерапией. У меня есть несколько таких направлений работы. Одно такое больше психообразовательное. У меня есть проект «Когнитивная академия», и там я веду курсы разные. То есть они больше психообразовательные, это не психотерапия. И также я веду психотерапевтические консультации. И группу работаю в подходе терапии принятия ответственности, терапии сфокусированной на сострадании и схемотерапии. Вот это моя такая любовь последних полутора лет большая, в которой я тоже хочу развиваться дальше. Вот чем занимаюсь. Спасибо, спасибо. Я вообще хочу сказать спасибо тебе большое, что ты такой декабрь, такой сложный месяц ставит, и согласилась все-таки прийти на это интервью. Я вообще, когда приглашаю гостей, я всегда... Ну, как-то это для меня так сформировалось. Приглашаю тех, кто вызывает у меня очень много теплых, каких-то нежных чувств, когда я наплетаюсь за их деятельностью. Вот поэтому я просто не могла пройти мимо тебя и не позвать тебя к себе. И на самом деле, правда, я когда смотрю, ты совершенно очаровательный и теплый человек, специалист. И как у тебя написано в блоге, правда, то, как ты пишешь, то, как ты говоришь для людей. Я вчера успела попасть на прямой эфир немножко в твоем инстаграме, и ты говоришь очень, правда, человечно как-то, да, прям для людей. Я как-то очень тепло к этому отношусь, очень тем благодарна за это, что ты такой специалист и тоже, как некоторая, такая ролевая модель, на которую хочется равняться. И спасибо тебе большое, что ты сегодня выделила время для нас и пришла поговорить на такую непростую тему, как психическая травма. Регина, спасибо. Я просто очень люблю чистые когниции. Спасибо. Не могу о линии поболтать. Сегодня будем говорить с тобой о психической травме. Да, и сегодня наша задача не осветить, да, все-все-все про психологическую травму. Наша задача скорее это реформирование, да, для не специалистов, потому что, ну, травму, мы и так много про это слышим, так много сами употребляем, да, в свои речи, в своих разговорах слова «травма», и мне кажется, что было бы классно немножко побольше разобраться, что это такое, да. И мы попробуем сегодня это сделать. Кать, вот на данном этапе, что для тебя такая психологическая травма? Вот как бы ты объяснила, да, без каких-то там специальных терминов, что это такое, что такое психологическая травма? Ну, я бы, да, начала с того, что вообще сейчас профессиональный мир тоже бурлит на эту тему, активно это все исследуется, потому что долгое время в разных, в МКБ-10, в ДСМ, да, там травма подразумевалась как то, что несет угрозу для жизни, да, и это отрубает огромный пласт человеческих проблем, которые тоже имеют симптомы травмы, но которые не связаны с прямой угрозой для жизни. И травма, травма – это гораздо более широкий спектр событий. Сейчас про это много говорят. Вот я подготовила, да, чтобы показать тем, кто будет нас слушать книжку, да, книжка вышла, она широко продается сейчас, тело помнит все, и Бесил Вандеркоук, он как раз говорит о комплексном ПТСР, да, или комплексной травме, и травма – это не только что-то шоковое, да, когда там момент насилия, катастрофы, военные действия и так далее. Это может быть и ранний детский опыт, когда на протяжении многих-многих-многих лет человек, в общем-то, сталкивался с ситуацией психологической небезопасности. И в таком разрезе понятие травмы, оно очень сильно расширяется. Мы уходим от такого точечного понимания шоковой травмы, и оказывается, что мир травмы, он гораздо шире. И сейчас это все активно исследуется, и статистические разные, и диагностические руководства тоже будут добавлять эту комплексное ПТСР. ПТСР – это посттравматическое стрессовое расстройство, которое может возникать в результате травматических событий. Может возникать, да, я тоже обращаю внимание, что нет такого события, которое вот однозначно травмой будет для всех. Да, даже там боевые действия, когда люди видят, как вокруг смерть, вокруг какие-то разрушения, ПТСР будет далеко не у всех. То есть это такое условие, которое может к этому располагать, но не обязательно все разовьют ПТСР. И здесь бы, да, я про травму сказала, что важно. Вот этот вот неблагоприятный детский опыт, он становится таким фундаментом, в который очень хлипким фундаментом, в который дальше, если попадает какая-то экстремальная ситуация, то человек, у которого были вот такие длительные неблагоприятные условия в детстве, он гораздо более предрасположен к тому, чтобы у него развивалась ПТСР. И поэтому вот то, что мы называем комплексной травмой, комплексной ПТСР, про это так важно работать, потому что это распространено сильно, и потому что это, ну, правда, делает людей более крупкими, более уязвимыми и к психическим расстройствам, и к развитию посттравматического расстройства. В общем, такая это большая серьезная тема. Не знаю, насколько понятно Регина ответила. Слушай, да, мне кажется, очень понятно. Вот я бы задала такой вопрос. Может быть, получится привести какие-то примеры? То есть мы можем сказать, да, что вот есть какие-то очевидные факторы, да, там, такие предикторы, да, к тому, чтобы это ПТСР развилось, да, там, эмоциональное насилие, физическое насилие, ну, что-то такое, знаешь, сексуальное насилие, что-то очевидное, что, ну, вот, да, вот здесь точно, да, вот, скорее всего, травма. А какие есть именно, может быть, жизненные, если есть возможность у тебя привести примеры, когда это может быть неочевидно, но, да, там, при комплексном ПТСР, да, при длительном каком-то воздействии, какие-то вещи, которые могут быть неочевидны. Ну, то есть, например, может ли быть сформироваться травма, если, например, человек живет, там, в семье алкоголика, да, но он, там, например, не бьет, не знаю, там, эмоциональным каким-то серьезным усилием не занимается, но, тем не менее, да, вот эта базовая безопасность какая-то там ребенка нарушается, да. Может ли вот в таком, например, случае развиться? Может, может, конечно, это, конечно же, все равно небезопасность, да. В чем особое коварство вот этого неблагоприятного детского опыта, что у ребенка нет никаких рычагов на это повлиять и выйти из этого. И тут развиваются, кроме каких-то симптомов, которые мы видим при травме, тут могут развиваться определенные черты личности, да, что, ну, вот такая беспомощность перед какими-то событиями жизни, потому что ребенок из этого выйти не может. И, например, травмой может быть и свидетельствование того, что, например, ребенка не трогают, но жестоко обращаются с мамой, и это тоже может быть травматичным. Обесценивание, игнорирование потребностей – это тоже может приводить к травме. И много-много всего. Я буду аккуратна с тем, чтобы говорить о каких-то событиях во взрослом возрасте, потому что тот же развод, может ли он привести к травме? Может, да, но это необязательно. Да, это необязательно, и не хочется, чтобы там все люди, которые, не знаю, развелись сейчас, думали, что они нанесли ребенку своему травму, или теперь они травмированы на всю жизнь. То есть мне совсем не хочется, чтобы это русло… Мы начали говорить, и у людей вместо того какого-то понимания, что и с травмой можно работать, да, здесь есть выход, и с этим можно работать, наоборот, какие-то ярлыки на себя приклеились, которые совсем не помогут им. Слушай, я с тобой полностью согласна здесь, что мы можем как бы уйти немножко в другую сторону, да, как-то навешивание, правда, на себя ярлыков, назвав, да, то, что многие события могут быть травмой, да, мы можем действительно как-то вот поспособствовать, да, тому, чтобы люди на это так сильно обращали внимание и все называли, да, этим словом. И тут, не знаю, мне кажется, вот часто у меня, по крайней мере, да, возникает вопрос, как не травмировать детей. И вот мне кажется, вот в этой части гораздо более ресурсно и поддерживающе думать о том, как удовлетворять потребности, да, базовые какие-то эмоциональные потребности ребенка. И вот думать через эту призму, потому что иначе, да, мы… Ну, это такое родительство из страха, где много тревоги, а там и так дофига тревоги, и нагружать его еще какими-то лишними. Вот здесь ты можешь травмировать ребенка, вот здесь можешь травмировать ребенка. Более того, да, родители, которые задаются этими вопросами, это часто не те родители, которые жестоко травмируют детей. Поэтому, ну, здесь такое, больше, больше релакса и просто внимания к потребностям ребенка, да, не все то травма, что мы думаем, и не все это наносит какой-то непоправимый ущерб. Ну, ты рассказываешь, я сразу чувствую нотки терапии принятия ответственности, да, что мы обращаем внимание на то, что для нас важно здесь, да, в Корее, да, действовать не исходя из того, что как бы не нанести травму, да, а как заботиться, да, о себе и о своем ребенке, о наших отношениях. Как-то больше в эту сторону, как бы, ты говоришь, и как-то это очень отзывается. Спасибо. А есть ли какие-то маркеры, да, по которым можно было бы у себя обнаружить ПТСР или у близких своих обнаружить ПТСР? Есть ли какие-то такие вещи, которые не специалист мог бы как-то забодозрить и обнаружить? Ну, не для того, чтобы себя продиагностировать, а для того, чтобы, может быть, были какие-то маркеры того, что стоит обратиться за помощью здесь, именно, скорее, с этой трудностью? Да, но я бы говорила здесь не... Ну, ПТСР – это все-таки диагноз, да, и ПТСР – это все-таки диагноз. Я бы здесь поговорила о таких звоночках, которые, ну, говорят о том, что лучше, да, пойти и обратиться к специалисту. Что происходит, да, что меняется, как травма нас меняет? Да, это отношение с собой, да, и в травме очень-очень много стыда, и это поразительно. То есть, например, если там при работе с жертвами насилия очень много историй про стыд. То есть человек стал жертвой, но там очень-очень много стыда, и вот такое болезненное переживание стыда, оно, правда, мучительно, оно влияет на жизнь, оно изматывает человека, да, и вот на это можно обратить внимание, и с этим, да, можно идти в терапию. Ну, вот при ПТСР, да, появляются такие часто флешбеки, какие-то разрозненные воспоминания, как будто бы воспоминания вторгаются в нашу, как бы, память, да, в наше сознание непроизвольно. И вот чем травматические воспоминания отличаются? Если я сейчас попрошу вас там вспомнить какой-то счастливый, радостный там день жизни, вам нужно будет как-то произвольно его вспомнить, и вы его сами вызываете, вряд ли у вас вдруг внезапно появляются там воспоминания, ощущения там, не знаю, ткани свадебного платья на коже, да, или вдруг там врывается там первый поцелуй со своим партнёром, или что-то ещё, да, такие состояния, они не врываются в наше сознание внезапно. А травматические воспоминания, они ведут себя иначе, и из-за этого они становятся такими неуправляемыми. Это они могут вторгаться в виде кошмарных снов, они могут вторгаться в виде таких внезапных воспоминаний, они могут пригириться самыми разными ситуациями какими-то социальными. Например, да, человек рос в небезопасной обстановке, где небезопасность исходила от пьющего отца, да, который мог, там, не знаю, причинять физические вреды, который вот в гневе был страшен. И потом у человека может быть очень-очень сильная тревога в любой ситуации, да, где появляется мужчина, который не трезв, да, это может быть такая очень сильная тревога. И в чём здесь основная эта проблема с травмой? Что получается, что человек, эти воспоминания, что такое травма? Травма – это когда наши переживания были настолько мучительны и настолько непереносимы, что психика, вот как могла, она это всё вывезла, да, но вот как могла с этим выжила, но что происходит дальше? А дальше человек огромную часть своей жизни подчиняет тому, чтобы вот эти все демоны не вылезали наружу. То есть это избегание эмоций, избегание воспоминаний, избегание ситуаций, а травматические воспоминания – это не то, чего можно избегать, потому что они вот такие непроизвольные. И дальше вот то, что мы могли бы вообще направлять на полноценные отношения, на какую-то реализацию, да просто на жизнь такую полную смысл, да, это всё уходит в затыкание вот этой огромной дыры, которую оставила травма. И вот если вы себя в этом узнаёте, то я бы очень рекомендовала пойти в психотерапию, потому что это то, что позволит, собственно, да, жить, а не обслуживать бесконечно свой травматический опыт. Это не значит, что он, опять же, да, у меня нет никаких иллюзий, что травма, она куда-то прям совсем уйдёт, да, она всё равно у нас есть. Но терапия, она как будто бы позволяет расширить, да, что есть и такой опыт. Но кроме травмы есть ещё много-много всего, и этому появляется место. Вот так бы я ответила. Да, потому что критерии по ТСР мы сейчас можем перечислять, но опять же, да, есть люди, которые там более мнительны, да, и сразу навесят на себя какой-то ярлычок. Этого делать не надо, но если вы понимаете, что какой-то опыт мешает вам жить, какой-то опыт мешает вам доверять себе и людям, какой-то опыт мешает вам строить отношения такие, какие вам хотелось бы строить, то это повод. Мне кажется, очень важно, что ты говоришь про то, что травма не уходит совсем, да, потому что я часто тоже слышала про такое, я бы сказала, что не от кого-то конкретно, да, а вообще как будто это как-то витает в нашем обществе, в воздухе, что травму можно как-то так проработать, чтобы это вообще не вызывало никаких болезненных чувств, болезненных каких-то эмоций. Ну, понятно, что мы работаем над тем, чтобы это переживалось, да, чтобы это было не так интенсивно, не так болезненно, но тем не менее, мне кажется, что важно, что ты про это говоришь, что это не работа с травмой, это не про то, что это вообще больше никогда не будет вызывать никаких чувств, так, что это всё равно остаётся, да, но появляется ещё много другого, много важного, да, и в жизни предстоит быть направлено вот на это бесконечное избегание этого тяжёлого опыта. Спасибо тебе большое, что ты говоришь про это. Я вообще не очень люблю слово «проработать», потому что, ну, во-первых, оно какое-то снопское, мне кажется, достаточно, да, я проработанная, я проработанная, а что проработал ты? Да, у меня достаточно большой опыт личной терапии, и я могу сказать, что какие-то, ну, переживания всё равно могут, ну, во мне отзовутся более остро, это просто потому, что у меня был какой-то опыт с этим связанный, и они, ну, то есть я понимаю, что мне дала терапия, что я могу это переживать, что я могу жить, не обслуживая свои травмы, но это не сделало меня какой-то там неуязвимой, не чувствующей боли, конечно, мы её все чувствуем, поэтому, ну, не стоит, и мне кажется, если вот это такой звоночек, если специалист обещает такое, ну, я бы подумала, я бы подумала. Слушай, а если кто-то из наших слушателей в этом себя узнаёт, да, и вот ему хотелось бы обратиться к специалисту насчёт этого вопроса, чего ему ожидать, да, от психотерапии, может быть, какие методы, какие средства сейчас в современной психотерапии как-то направлены, да, на лечение, на восстановление от психологической травмы, да, то есть чего ему ожидать, потому что это такая, ну, тема достаточно страшная в каком-то смысле, да, что если у человека очень много болезненных переживаний, да, что вдруг, да, у кого-то есть фантазия о том, что я приду, и нам сразу надо будет это всё как-то раскапывать, всё это сразу рассказать, и что там будет происходить, что со мной будет психотерапевт делать, да, как примерно, может быть, это может победить этот путь к психотерапии. Регин, я начну, наверное, с какого-то такого общего посыла, да, потому что методы, я потом перечислю, они могут быть разные, но в целом терапия травмы, она строится фазово, да, и на первой фазе к нам приходит человек очень уязвимый, и он пришёл к нам почему? Потому что, скорее всего, ему сложно справляться с тем, что вот происходит сейчас. Что тут может быть? Сложно контролировать эмоции, да, много вот этого стыда, сложно строить отношения, сложно переживать какие-то стрессовые ситуации. И вот к нам пришёл человек, первая наша фаза, да, первая фаза в работе в разных подходах, это всё равно будет стабилизация. Она будет про установление контакта, и она будет про навыки, которые помогут человеку сейчас, да, вот здесь и сейчас больше устойчивости, потому что иначе в следующей фазе будет сложно. И здесь я прям, ну, призываю, да, не стоит бояться, что вот вы придёте, и сразу вас начнут трясти, рассказывая всё, да, и как-то форсировать эту работу с травмой. Нет, ну, так, по крайней мере, ну, как мне кажется, не должно быть. Мы здесь, с одной стороны, не боимся смотреть в темноту, как терапевты, потому что если мы подключимся и будем в тандеме в этой истории избегания, это тоже не ок. То есть мы не боимся смотреть в темноту, но мы уважаем темп человека, да, и мы идём в это постепенно. И вот эта работа над навыками, это на самом деле тоже работа с травмой, да, то есть сначала мы менеджерим симптомы. К нам человек пришёл с какими-то симптомами, да, я не могу, там, взрываюсь, там, гневом, да, или повреждаю себя, или ещё что-то, да. И вначале вот эта фаза стабилизации, она больше направлена на навыки и на контакт. Мне очень нравится схема терапии. Есть ещё такое понятие, замещающее родительство, когда терапевт становится особенно, если это про ранний неблагоприятный детский опыт, то терапевт берёт на себя такую позицию очень зрелого, устойчивого и принимающего родителя, да, которому не всё равно, которому не плевать на потребности ребёнка. Это такая вот важная, как мне кажется, штука не только в терапии травмы, но в терапии травмы, пожалуй, особенной. И дальше мы подходим к работе с вот этой историей. Что такое память человека с травмой? Вот я бы её метафорически сравнила с такой сменным полем, да, где как будто бы какие-то у людей выпадают какие-то отрезки жизни. Другие, например, очень явно вспоминаются, причём вспоминаются вот так, как будто бы там мультимодально, не знаю, запах насильника, да, например, если это было насилие. Какие-то, не знаю, обрывочные штуки, обстановки комнаты. То есть там смешивается всё время, то есть могут выпадать месяцы и даже там год жизни, да, какой-то травматический, но при этом гипертрофированы какие-то вот эти воспоминания, которые постоянно вторгаются. И вот это такое минное поле, в котором нету такой единой последовательности истории. И мы, по сути, восстанавливаем эту историю, не пытаемся забыть или как-то прогнать этот травматический опыт, а пытаемся включить его, да, это часть моего опыта, да, и когда вот эта история внутренняя про себя становится более связной и непрерывной, это и есть вот такой вот шаг к исцелению травмы. Но, безусловно, и вот на этом этапе мы постоянно возвращаемся к стабилизации. То есть это не что-то такое, что прям линейное. И, наконец, да, третья завершающая фраза. Она такая больше про будущее, как мне кажется, да, как человек сможет дальше там выстраивать отношения, то есть интегрировать весь этот опыт, полученный в терапии, и, собственно, да, нести его в жизнь, свои отношения и то, как человек живет. Это такая вот общая фазовая история, да, в терапии травмы. А методы здесь могут быть разными. Это может быть когнитивно-поведенческая терапия травмы. И там есть такой большой акцент на экспозицию. Что такое экспозиция? Это переживание опыта, который, ну, вот сейчас кажется там разрушительным, понемногу, понемногу, понемногу он становится все более и более переносимым. Да, то есть, например, человек может рассказать или есть такое упражнение рескриптинг, когда мы как будто переписываем воспоминания. Не самый-самый там, например, страшный опыт насилия, а какой-то вот такой близкий к этому, но все-таки более переносимый. И постепенно вот эта такая устойчивость человека, она возрастает. Это может быть вообще разные телесные виды терапии. Я не очень много знаю про метод Питера Левина или Левина, но я знаю, что он используется в терапии травмы. Это такая, ну, больше на телесной работе построенная терапия, и у нее тоже есть доказательства эффективности. Вот. Акт наш любимый с Региной, да, его тоже используют в терапии травмы, но это не что-то такое, да, это не терапия первого выбора, но, тем не менее, да, акт тоже может быть ценным. И, в общем-то, просто не так много пока исследований терапии. Я очень верю в схему терапии травмы, очень верю. Вот. И сейчас, ну, в общем-то, следующий год планирую в это больше погружаться, в схему терапии. Слушай, спасибо большое за такое подробное. Ну, ты так подробно это описываешь, очень бережно и очень понятно. Еще бы, наверное, добавила, что в терапии травмы очень полезно, да, вообще такое дополнение хорошее будет то, что помогает нам лучше чувствовать свое тело. Потому что травматический опыт, что происходит, да, в травме есть такое, то, что называется диссоциацией, да, как будто бы такой раскол внутреннего опыта. И когда для психики было просто запредельно непереносимо то, что происходит сейчас, да, то хочется как-то из этого здесь и сейчас выпрыгнуть, да. И человек здорово теряет в контакте вообще с собой, со своим телом, ну, со своими потребностями, да. И когда вот этот контакт налаживается, это тоже способствует, ну, собственно, улучшению. И здесь разные опыты. К сожалению, пока этого мало. По-моему, про это вот как раз Даша Сучилина говорила, про травмоинформированную работу не только в психотерапии. Сейчас пока этого мало. Но я надеюсь, что будет расти, когда, например, вы приходите на йогу, и ваш йога-тичер тоже травмоинформирован. И он понимает, да, как вообще может проявляться травматический отклик. И он делает это заботливо и, собственно, вообще интересуется, да, как людям, как людям в их теле. Не только как они асану сделали, но и как людям в их теле, да. Тоже там про танцы, про практики майндфулнесса и так далее. Там вот эта травмоинформированная работа очень важна. Слушай, а предполагается ли медикаментозное лечение при травме? Или если это только что-то коморбидное, там, например, с депрессией, или с генерасстройствами? Ну, это часто же коморбидное. Это настолько часто коморбидное. И с депрессией, и с бар, да, биполярное расстройство, и с пограничным расстройством личности. Ну, то есть с многими-многими расстройствами это часто коморбидно. Поэтому, конечно, предполагается, да, ну, и ПТСР, да, это зашкаливающая тревога. То есть я думаю, что здесь хорош тандем психотерапевта и психиатра. Другое дело, что вот только... Я не очень верю, что можно обойтись только, да, медикаментами. Я бы так... Ну, я бы так... У меня тоже есть такая метафора, да, что когда у нас сломана нога и открытый перелом, бесполезно делать ЛФК. И там работать как-то над функциональностью движения. Надо что-то вообще с этой ногой сделать, чтобы как-то вообще сохранить свою целостность. И здесь, если мы видим, что это случай такой, то, ну, психотерапевт обязан отправлять к психиатру, да, если мы видим выраженную депрессию, если мы видим, ну, такие там тревожные расстройства. То есть если мы видим выраженную симптоматику, для которой нужна медикаментозная поддержка, то я прямо призываю не бояться просто выбирать психиатров, которые используют, да, в работе тоже доказательные подходы, доказательных врачей, но не бояться этого, потому что, ну, вот это... Иначе это так же бесполезно, как, не знаю, играть в футбол со сломанной ногой. Но дальше для того, чтобы движение... Чтобы движение было функциональным, да, чтобы человек мог адаптироваться к жизни, ему нужно все-таки, да, овладевать другими навыками, ему нужно вот собирать какую-то вот эту свою историю личную, да, потому что работа с памятью при травме – это тоже большая такая история. Вот так я бы ответила. Угу. Угу. А, я забыла про очень важное сказать. Ну, конечно же, и МДР работает с травмой, да, это переработка быстрым движением глаз у таких терапевтов, тоже достаточно, ну, больше становится в России. Это тоже метод с доказанной эффективностью при травме. Что еще? Ну, DBT работает тоже с травмой достаточно успешно. Это диалектика поведенческой терапии. То, что я перечисляю, это подходы с доказанной эффективностью. Поэтому вы здесь не слышите никаких регрессов в прошлой жизни. Терапия, там, исцеление рода и прочие танцы с бубнами. Я про это не говорю, потому что я говорю сейчас про то, что все-таки показало свою эффективность. Слушай, МДР, на самом деле, да, для меня одна из самых фантастических, наверное, таких подходов, которые, когда я про него вообще узнала, да, они меня очень удивили, что в этом подходе нет, так скажем, привычного для нас, да, хода психотерапии. Да, у меня одна знакомая ходила на терапию МДР, да, и помогла эта терапия. Вот, и для нее тоже, ну, такой был очень интересный, необычный опыт, что, ну, вроде как, да, мы не говорим прям с психотерапевтом, да, как не делаем какие-то прям упражнения в привычном смысле слова, да. Вот, это такой один из самых, наверное, интересных, да, таких новых подходов. Да, но при этом вот как терапевтке мне в него идти совсем не хочется. То есть он, мне кажется, ну, простите, специалист и удиаг. То есть я его, безусловно, рекомендую при травме, он показал свою эффективность. Ну, вот профессионально он, мне кажется, я купила толстенную книжку, я что-то про него прочитала, ну, чтобы вообще решить, хочу я туда идти или нет, и вот поняла, что мне туда идти скучно. Я не хочу туда идти, да, то есть, ну, вот, я в это сама, да, профессионально я в эту сторону двигаться не хочу, но, безусловно, это метод, и очень странно, что я его сразу не сказала, но, то есть, безусловно, это метод тоже один из такого первого выбора при ПТСР. Спасибо, что, ну, как-то открыто делишься, да, тоже своими какими-то предпочтениями в направлениях, что выбираешь что-то другое сейчас у тебя. А ты сама используешь, получается, в травме терапии при антиответственности и схемы терапии? Ну, я схему больше, с травмой больше схемы, да, с травмой больше схемы. Поняла тебя, поняла. И хочу в эту сторону углубляться. Но, по крайней мере, да, вот, мне кажется, схема, она очень хороша, то, что называется, да, вот, есть комплексный ПТСР, и еще отдельно выделяют такое, да, травма развития. Это как раз вот этот вот неблагоприятный детский опыт, длящиеся неблагоприятные условия развития. И схема, ну, она, по сути, вся про это, да, про то, как влияет неудовлетворение базовых эмоциональных потребностей дальше на жизнь. Поэтому, да, с травмой я больше использую схему. Но схему, да, но и, безусловно, вот этот ценностный вектор, который есть в терапии принятия ответственности, его никуда уже, его никуда не денешь. Вот. Ну, больше схему. Что читать? Что читать и не специалистам? Что читать не специалистам? Ну, вот, я принесла. Читать вот это «Тело помнит все» — это нелегкое чтиво, да, то есть там прямо это нелегкое чтиво, вот, но мне кажется полезной. И тут, ну, это действительно человек, который несколько десятилетий погружался в эту тему, собрал разные методы. И, в общем-то, мне кажется, она написана достаточно понятно и для не специалистов. При этом специалистам ее тоже читать, ну, интересно, полезно, ценно. Мы сейчас как специалисты, да, специалистам можно читать «Призраки прошлого». Не специалистам я бы не советовала, потому что там, ну, не очень простой язык, это не очень сразу понятно, как для себя применять. Ну, то есть не специалистам, ну, я бы, наверное, не советовала. И я бы советовала Янга. Я бы советовала читать Джеффри Янга книги по схемотерапии, «Прочий замкнутого круга» она называется. Она достаточно старая, но она до сих пор актуальна, и она есть на русском языке. Вот как раз, если вы подразумеваете у себя, что есть вот этот неблагоприятный детский опыт, то «Прочий замкнутого круга» — это такая классная книжка для не специалистов. Я ее клиентам рекомендую. Я бы к тебе присоединилась, на самом деле, по поводу «Тела помнит все». Она у меня как раз там возле меня на полочке лежит. Я ее перед самым часто читаю, и пока еще не дочитала до конца. Но я присоединяюсь к тому, что, да, это сложная книга в каком-то смысле, но на самом деле, мне кажется, что он максимально старается понятно объяснить все эти сложные вещи с картинками, с метафорами. То есть он много говорит про мозг, да, и все это как-то вот начитаешь, и знаешь, ну, чувствуется, что человек писал для людей и старался вот правда донести как-то вот весь смысл того, что происходит с людьми, когда у них есть это расстройство. Так что я присоединяюсь к тебе здесь, что эту книгу я бы рекомендовала читать и людям, и не специалистам, и врачам, да, и вообще там людям, которые работают с людьми. Мне кажется, что это потрясающая книга вообще и очень интересная. Знаешь, про врачей ты сказала, мне кажется, вот где тоже очень важна травма информированной работы, где этого очень не хватает, да, потому что все-таки, да, врач, это не только, как у меня в семье есть стоматолог, и она говорит, ты всегда помнишь, что ко мне приходят не челюсти на ножках. Вот, да, к врачу приходят не органы на ножках, и очень важно, да, тоже это помнить, потому что мало того, особенно, не знаю, при каких-то серьезных вмешательствах для человека и так, это страшно, волнительно, да, и это может накладываться еще на какую-то его историю. И вот, мне кажется, прям отдельное направление классно было бы, если была какая-то травма информированная, не знаю, может быть, вебинары про травмоинформированную работу для врачей, потому что это то, чего пока очень не хватает в медицинском. Да, я с тобой полностью соглашусь здесь. Да, тут мне кажется, что это такое большое поле, потому что люди, да, с травмами, они же тоже приходят к врачам, да, но даже если мы берем какие-то очевидные вещи, да, если это, допустим, да, синяки или переломы, или там женщины обращаются к гинекологу, да, к врачу, то есть если они не знают, не понимают, да, вот то, как это работает, конечно, есть большой риск, да, как раз тоже не помочь, да, там, человеку, который обращается за помощью, да, мне кажется, что это очень-очень важно, потому что мы психологи и психотерапевты, это хорошо, да, но будет классно, если будет еще поле людей, которые про это хорошо знают, да, и, может быть, в хорошем смысле людям не нужна будет некоторая наша помощь, да, или какая-то серьезная помощь. По крайней мере, меньше будет такого, то, что называется, ретравматизация, когда у человека есть травма, да, его повторно, он в нее погружается из-за каких-то триггеров, вот, которые есть вокруг, да, и, по крайней мере, вот этого точно будет меньше, поэтому, врачи, если вы нас с триггиной слушаете, будьте травмоинформированными в своей работе, и это будет очень важно. Да, я надеюсь, что мы тоже, на самом деле, это классная тема, я вот пока с тобой говорила, мне кажется, что было бы классно, как идея вообще действительно запустить такой вебинар именно для врачей, травмоинформированной для врачей, мне кажется, очень такое, ну, социально важно звучит как-то, вот, может быть, мы и сделаем что-нибудь такое. Кать, что бы тебе хотелось, если есть, да, что бы тебе хотелось сказать нашим слушателям, может быть, которые сейчас находятся, да, в этой травме, или пережили эту травму, да, что бы тебе бы хотелось им сказать, а может быть, просто по-человечески, от души. Ну, по-человечески мне бы хотелось сказать, что вы не поломанные, мы не поломанные, да, люди, у которых был какой-то опыт тяжелый, непереносимый, то, что там вы сейчас наблюдаете, да, это, возможно, тогда было единственным способом как-то себя сохранить, да, даже если сейчас какие-то симптомы, да, кажутся мешающими, да, жить и так далее, то, что они появились, да, тогда у психики, возможно, был только вот этот путь, да, и она им воспользовалась, это то, что нас спасло в какой-то момент, но дальше жизнь продолжается, и это совершенно точно, да, вот я правда убеждена, что с любым бэкграундом мы можем уйти от него как угодно далеко, да, признавая его, но продолжая жить, да, и с любым бэкграундом мы можем жить наполненной жизнью, я прямо все больше в это убеждаюсь, и когда я работаю с какими-то жесткими историями, мне клиенты сами начинают говорить, что как вы это вывозите, мы вам столько дерьма приносим, как вы вывозите, у меня вот на это только один ответ, я не вывожу никакое дерьмо, ну, вот если бы я не работала в психотерапии, у меня что, не было бы, была бы какая-то иллюзия, что в мире нет боли, страданий, насилия и всякого такого, ну, конечно бы было, но благодаря работе я вижу, что из этой жопы есть выход, и это прямо очень такое поддерживающее, что люди выбираются, что люди действительно, ну, настолько наш потенциал к усиливанию себя, да, вот этот empowerment, да, это настолько в нас сильно, что это просто очень потрясающе красиво видеть, как человек вот этого набирается, и поэтому, ну, я бы просто, просто сказала бы, да, что первое, да, не бойтесь обращаться за помощью и ищите, помощь есть разная, да, понятно, что там платная психотерапия, это история, которая доступна все равно очень маленькому проценту людей, но сейчас есть разные истории, есть групповая терапия, есть социальные какие-то истории, где тоже можно найти помощь, поэтому ищите, обращайтесь, и мы не заложники своих травм, мы можем не быть заложниками своих травм, вот так я бы сказала. Спасибо тебе, Кать, большое, и вообще спасибо тебе большое, что ты пришла, и ты такая очень заботливая, чувствуется о своих клиентах, которые все приходят, и добавила, да, что даже если вы находитесь в такой непростой ситуации, да, точно есть возможность, да, с этим справляться, и слава богу, что мы живем, да, в таком мире, где есть способы помощи, да, методы, которые доказали свою эффективность, да, и которыми мы постараемся, да, популяризировать, да, просвещать. Спасибо тебе, Кать, большое, что ты пришла сегодня. Мне кажется, что это очень-очень важная тема, и спасибо, что ты, ну, постаралась так достаточно просто объяснить такую сложную на самом деле тему. Я понимаю, что здесь можно рассказать, да, очень много всего, да, там и про тело, и про нейроны, и про все, что очень-очень-очень большая такая тема, да, но мне кажется, что тебе очень хорошо удалось как-то пояснить какие-то простые вещи, маркеры, да, про важность обращения за помощью, про путь, да, того, как происходит эта работа, да, внесла какую-то ясность, что там людей не будет сразу там, да, тащить, рассказывать про травму, да, потому что это бережный опыт, мне кажется, что ты, олицетворение тоже такой бережности, да, в этом ты как рассказываешь даже про это очень так заботливо, и надеюсь, что, да, это было полезным. Подписывайтесь на Екатерину Анакой в Инстаграме, мы оставим ссылочку под этим видео, и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Чистые когниции». Надеемся, что это интервью было для вас полезным, и, Катя, если ты не просишь, если вдруг у кого-то будут какие-то вопросы, может быть, они могут отправлять какие-то вопросы, комментарии к этому видео. Я, да, я постараюсь, буду смотреть, заходить, и если будут вопросы, отвечу. Если что, мы тебе напишем. Да, вы меня маякните. Регина, большое спасибо, большое спасибо. Я надеюсь, что было понятно по-человечески, простым языком, и в то же время, да, было в этом полезно для всех, кто нас посмотрит. Спасибо тебе большое за приглашение. Все, счастливо, пока. Всем пока.